Здравствуйте, меня зовут Синельник Елизавета Сергеевна, я врач-терапевт клиники Ресмайл. И сегодня мы поговорим о безопасности лечения в нашей клинике с точки зрения стерильности инструментов. Как мы знаем, на приеме инструментарий контактирует полость рта с такими биологическими жидкостями, как кровь и слюна. И при некачественной очистке поверхности инструментов это очревато перекрестным заражением различными заболеваниями. Те инструменты, которые имеют у нас более простое строение, мы используем однократно. Далее они проходят в дезинфекцию и мы их утилизируем. Но большинство инструментов имеют очень сложное строение и, следовательно, они проходят в шестиступенчатую систему очистки. Первый этап – это дезинфекция, то есть это инактивация живых микроорганизмов, но не их спор. И далее происходит воздействие ультразвуком, химическая и механическая очистка поверхности инструментов. От остатков биологических тканей, а также моющих средств, что контролируется затем специальными индикаторами. И далее каждый инструмент у нас упаковывается в индивидуальный крафт-пакет, где мы указываем дату стерилизации и непосредственную дату окончания стерильности условий в этом крафт-пакете. Далее в этом крафт-пакете инструменты помещаются в автоклав, где происходит непосредственная стерилизация, то есть самый главный этап – очистки. При стерилизации погибают 100% бактерий, вирусов и грибов, а также их спор. Это происходит благодаря воздействию высокой температуры – 134 градуса, а также пара под давлением. На все уходит примерно полтора или два часа. Поэтому это несложно сделать инструменты стерильными, мы следим за всеми условиями. Но также стерильность инструментов и качество очистки может зависеть и от тех данных, которые указали пациенты в своей карте при первичном приеме. Поэтому, пожалуйста, не предупрегайте анкетой здоровья, указывайте, если у вас есть какие-то заболевания, которые могут потребовать от нас более длительного процесса стерилизации, и тем самым вы сохраните здоровье последующих пациентов. Приходите к нам на прием. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин